Мы выбрали для вас такой слайд, что не носить никогда, по нашему мнению. Потому что я думаю, что каждая женщина должна иметь как минимум два зеркала в полный рост. Это зеркало в своей спальне, где вы одеваетесь, где ваш вокен-клозер, в полный рост. И зеркало в прихожей, когда вы выходите. И без этого вы должны отказываться жить в вашем доме. Потребуйте от своих мужей, мужчин обязательно зеркало в полный рост. Два. Когда вы выходите из дома и когда вы одеваетесь, тогда вы более критично будете себя видеть. Потому что я очень часто вижу девушек, которые идут по улице, я уверена, у них нет ни одного зеркала. Ни одного. Они себя не видели. Если бы они себя видели, они никогда бы не одели такие короткие шорты, на такие ноги с целлюлитом. При этом еще какие-то тапочки, которые, помните, назывались у нас «Прощай молодость» когда-то. Ведь вот тапочки такие вот без каблуков, плюс эти шорты, плюс девочка овервейтед, и все это вместе. Конечно, у этих девочек, скорее всего, нет. Это молоденькие девочки. Да? Нет комплексов? Да. Ну, комплексов нет или нет образования. Или... Или... Я очень приветствую то, что у них нет комплексов. Это замечательно. Мне это чувство в них очень нравится, что у них нет комплексов. Но почему бы нельзя не иметь комплексов и быть красивыми одновременно? Потому что чувство красоты, да, это понятие, это понятие всемирное. Это не только понятие вот в этом вот отдельном городе или в этой отдельной стране. Вот это красивое... Чувство красоты, оно всемирное. Если вы посмотрите на любую страну мира, конечно, бывают какие-то отклонения. Но в целом люди видят красивую японку и говорят, какая красивая японская женщина, какая красивая афганская женщина, какая красивая черненькая женщина, кто угодно. То есть чувство красоты у нас стандарт, как я уже сказала. Оно у нас в голове тысячелетиями, тысячелетиями, я уже не знаю, сколько там лет, когда у человека развито чувство красоты. И это чувство красоты идет от воспроизводства человека. Оно идет. И если кто-то видит девушку с пышными формами, с целлюлитными крупными ногами в коротких шортах, они понимают, что это с ней не то. У нее лишний вес, может быть, и она может быть слишком низкую энергию, она может быть недостаточно энергичная. Она не будет иметь хорошей женой, хорошей матерью, потому что она имеет такую вот... Я боюсь сказать что-то лишнее. Да, я должна быть очень политикой корректед. Почему мы выбрали эти слайды? Потому что вот эти вот skinny jeans, которые уже вышли из моды, но которые продолжаются очень активно носиться, на самом деле подходят небольшому числу девушек. Очень мало кто может это себе позволить. Но зачем этой девушке показывать, что у нее кривые ноги? Зачем? Она может носить прямые джинсы какие-то, тоже очень красивые. Или этой девушке тоже. Вот. И, ну и, конечно, вот эти леггинсы, или как мы их еще назовем? Как здесь называются леггинсы? Тайтс. Тайтс. И очень мало женщин, которых действительно могут себе это позволить одеть. А даже если могут, нужно иметь идеальную фигуру, даже если могут они это себе позволить одеть, это просто не нужно такой экспозиции своей сексуальности. Это слишком много. То есть сексуальность не в том, что ты показал, что у тебя какие тайцы. Она в твоих движениях, она в твоей походке, она в твоих глазах, она в твоем интеллекте, во всем остальном. Потому что сексуальность – это головной мозг, в первую очередь, а не формы. Ну и вот, конечно, угги. Я думаю, что угги созданы для гордоносных резортов, поэтому я не понимаю, почему их носят в городах. Они на самом деле настолько агли, что когда девушка одевает их, женщина просто убивает себя, когда носят эти сапоги. Просто убивают себя категорически. Поэтому в гордоносном резорте, где у вас куртка, где снег, где у вас лыжи, пожалуйста, носите. Они теплые. Наверное, они подходят. Но это не для города. Они всегда выглядят грязными в городе. Они не имеют формы элегантной. Они слишком такой... Да, это валенки. И это... Да, пожалуйста, не носите это в городе. Носите только это на природе, где белый чистый снег. А вот, ну, про вот эти вот резиновые сандалики можно не говорить? Для сада очень удобно. Для сада. Для сада. Да, ну мы... В саду, пожалуйста, конечно, да. В саду... Ну, конечно, конечно, я согласна, конечно. Но я говорю о том, когда вы выходите на улицу. Когда люди вас оценивают, и вы выходите уже погулять. Я вижу это сплошь и рядом, когда люди это носят. Просто на улице, вот, прогуливаясь где-то. Да. Ну, и, конечно, сланцы очень прочно вошли для девушек сейчас в повседневную обувь. Но, конечно, это недостаточно красиво. То есть, женщины, носите то, что красиво. Это вредно. Да, это очень-очень вредно для вашей спины. И это... Да. Вы же можете одеть на ногу что-то, что украшает вашу ногу. Очень много публикаций о том, конечно, что... Это не обувь. Это обувь для пляжа, это обувь для вашей ванны. И всё. На этом её ограничения закончились, да. Резорт, пляж, ваша ванна. Всё, больше нет. Мне так кажется, я так думаю. Вот. Ну, и следующее мы сделали список тоже. Я сделала этот список. Что некрасиво носить вместе? Джинсы и кроссовки вместе. Это выглядит, ну, как бы... Недостаточно элегантно заканчивается нога. Когда у вас есть джинсы, и потом заканчивается она кроссовками. Если бы она заканчивалась какими-то... Туфлями на каблуке, на небольшом каблуке, гораздо элегантнее это выглядит, чем когда заканчиваются кроссовки. Вот. Короткие юбки или платье и каблук. То есть, если у вас короткая юбка, то вы должны носить что-то совсем без каблука. Нельзя одеть каблук и короткую юбку одновременно. Сочетание с каблуком, это смотрится как девушки определенной профессии всегда. Если вы не в этой профессии, то старайтесь избегать таких вещей. Дальше. Облегающий верх и облегающий низ. И наоборот, опять-таки, если у вас облегающий очень низ, и тем более еще короткий, и облегающий вес, если у вас очень узкая облегающая юбка, должна быть более-менее объемная блузка сверху. Что-то такое. И наоборот, если у вас объемная юбка, у вас может быть облегающий верх. То есть, всегда пропорция. Соблюдайте пропорцию. Помните, что про золотое сечение, помните, что пропорция самое главное. И как только пропорция вот этого нарушается, это выглядит всегда, в точке зрения людей, неправильной. Дальше. Узкую юбку до середины икры. Идеально до середины колена. Вот как я сегодня одет, это неправильно. Посмотрите. Я только... Да, видите, у меня оказалось, что юбка моя слишком длинная. И она делает мою ногу короче. Да. Вот я это осознала, когда я это писала. Потому что, если бы я подняла немножко, вот так повыше, и заузила ее, это было бы гораздо молодежнее. Видите? Да. То есть, мне надо отнести свою юбку в Alteration сразу после передачи. После нашего класса. Да. Слишком узкие джинсы, мы уже сказали. Больше трех украшений одновременно. Не советуют носить специалисты. Ну и, наверное, быть похожей на новогоднюю елку всегда некрасиво. Если у вас сережки, уже не носите ничего здесь. Или что-то очень маленькое и маленькое. И нельзя одеть все-все-все, и все это большое. Тогда будет видно, что украшения, но не будет видно женщины в этих украшениях. То есть, украшения – это украшения для женщины, а не сами по себе. Колготки больше, чем 20 ден телесного цвета. Мы тоже говорим, что всегда выглядит очень-очень старо. Вы выглядите как старая американская леди, которая по-прежнему это вот носит, 80 лет к которым. Колготки с рисунком. Мне тоже кажется, что молодые девочки только могут себе позволить что-то такое интересное. Но взрослые женщины, конечно, это уже выглядит вульгарно. Колготки с носочком и босоножки. То есть, если вы колготки имели какое-то окончание такое, вот видите, я уже не могла одеть сегодня босоножки. То есть, я должна была одеть то, что закрывает этот носочек. Уродливые ортопедические туфли. Ну, это вот, да. Мне кажется, что чувства нет в этих туфлях. Они слишком удобные какие-то. Вот чтобы было это чувство, вы должны, эти туфли должны быть, вот почувствуйте разницу, встаньте на шпильку. Вы увидите, вы сразу моложе, вы сразу, ну пусть эта шпилька не будет 10-12 см, ну пусть она будет удобной для вас, какой-то комфортной. Но вы будете себя по-другому чувствовать. Мы говорим о том, что сникерские кроссовки на улице. Мое мнение, это подходит только для спортивного клуба. Ну, молодые девочки исключение, это их сегодняшний день. Хотя тоже, конечно, пользы от них никакой. Резина, чистая резина. Когда-то говорили, что это влияет на сердце, и это очень плохо для вашего здоровья. Конечно, плохо, конечно, хуже, чем кожаная обувь. Поэтому чем носить резину? Предпочитайте какую-то кожаную обувь, какие-то красивые кожаные туфли. Даже молодые девочки. Вышедшие из моды туфли. Очень часто мы видим, люди хранят эти туфли, и они сами по себе хранятся по 15 лет, и потом вдруг какая-то узкая шпилька, которая уже вышла из моды. Мы говорим сейчас о вещах, которые очень старят женщин, и не должны быть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова